Беседа 14. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Их 16. Недавно мы говорили, что Иоанн, разрешая недоумение тех, которые стали бы сами с собой рассуждать, почему Христос, пришедший на проповедь после Иоанна, стал первее и славнее его, пресовокупляясь, потому что был прежде меня. Это одна причина. Но евангелист представляет и другую, которая ныне высказана в Евангелию. Какую же? От полноты его, говорит он, мы приняли и благодать на благодать. Затем приводит еще иную причину. Какую? Ибо закон Моисеем дан был, благодать же и истина Иисусом Христом. Но что же значит, скажешь ты слова, и от полноты его все мы приняли? К этому и надо теперь обратить слово. В него, говорит евангелист, незаимствованный дар, но он есть самый источник, самый корень всех благ. Самосущая жизнь, самобытный свет, самосовершенная истинность. Он не удерживает обилие благ в себе самом, но изливает его на всех других, и изливая, с лихвой сам пребывает всегда полным. Уседряя других, сам ни в чем не умаляется, всегда источая и всем сообщая эти блага, остается в том же совершенстве. А что имею я в себе, говорит Иоанн, это заимствованное, так как я получил от другого. Это нечто малое из всего и как бы скудная капля пред невыразимой пустиной и безбрежным морем. Лучше же сказать, и это подобие не может изобразить того, что мы усиливаемся высказать. Отдели от моря каплю, и море тем самым уменьшится, хотя уменьшение и незаметно. Но о том источнике нельзя этого сказать. Сколько бы мы не исчерпывали его, он нисколько не уменьшается. Итак, нужно перейти к некоторому другому подобию, и оно, конечно, будет слабо, и не может изнеснить нам того, чего мы доискиваемся. Но, по крайней мере, ближе первого приведет нас к предположенной мысли. Представим себе источник огня, и вот от него возжигаются тысяча, две, три и больше светильников. Не остается ли огонь в одной и той же полноте и после того, как сообщит свою силу, соль многим светильникам? Это известно каждому. Если же в телах делимых и через отнятие частиц уменьшаемых находится нечто такое, что и после сообщения своих сил другим телам нисколько не уменьшается, то гораздо в высшей степени это должно быть в силе бесстелесной и бессмертной. Если воспринимаемое здесь, то есть в огне, есть и сущность, и тело, и делится, и не делится, то когда речь идет о силе, и при том силе, исходящей от бесстелесной сущности, гораздо более несомненно то, что она не подвержена ничему такому. Потому-то и говорит Иоанн, и от полноты его все мы приняли. И свое свидетельство соединяет со свидетельством Крестителя. Слова «и от полноты его все мы приняли принадлежат не предпече, а ученику Христову». Слова же эти знатят вот что. Не думайте, что мы, как люди, много времени обращавшиеся с ним и разделявшие с ним трапезу, свидетельствуем только из благодарности. Вот Иоанн, человек, даже не видевший его прежде, и не обращавшийся с ним, а видевший его вместе с другими, только в то время, когда крестил, и он воззвал «вперед меня был», сказав этим все. Между тем, все мы, двенадцать, триста, пятьсот, три, пять тысяч и десятки тысяч иудеев, все вообще множество верующих и тогдашнего, и настоящего, и будущего времени, от полноты его получили. Что же получили? Благодать на благодать. Какую же благодать? Вместо какой благодати? Святой Златоуст передает здесь буквально слова евангелиста. Новую вместо древней. Подобно тому, как была правда и правда, по правде законной, сказано, был непорочен, филиппийцам 3.6. Вера и вера, от веры в веру, римлянам 1.17. Усыновление и усыновление. Их же восыновление, сказано римлянам 9.4. Слава и слава, ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее, 2 Коринфянам 3.11. Закон и закон. Закон сказано. Дух жизни освободил меня, римлянам 8.2. Служение и служение. Их же служение, сказано 2 Коринфянам 3.7.8. И в другом месте, Духом Богу служа, филиппийцам 3.5. Завет и завет, и заключу новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их, Иеремия 31.31. Освящение и освящение, крещение и крещение, жертва и жертва, храм и храм, обрезание и обрезание, так есть благодать и благодать. Но здесь одно образе, а другое истинное. И то и другое есть только нечто соименное, а не однознатищее. И на снимках, и на изображениях называется человеком написанный и черными красками, и белыми, точно так же, как и имеющий свой естественный цвет. И статуя, будет ли статуя золотая или глиняная, равно называется статуями. Но иное образ, а иное истинное. Итак, под сходство имен, не заключая о тождестве вещей, так же, как и о разности их. Если был образ, то он не был чужд истинный. Только если он заключал в себе тень, то был ниже истинный. Какое же различие между всеми указанными понятиями? Хотите ли, мы займемся истолкованием одного или двух высказанных понятий. Таким образом, будут понятны для вас и прочие. И все мы увидим, что одни из них были уроками для детей, а другие для людей, вознужавших и крепких. Что одни были положены только для людей, другие как бы для ангелов. С чего же начнем нам начать? Хотите ли, с самого усыновления. Итак, какое различие между усыновлением детхозаветным и новозаветным? То было честью на словах, а это на самом деле. О том сказано. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Солом 81.6. Об этом от Бога родившийся. Стих 13. Как и каким образом? Банию возрождения и обновления Духа Святого. Все и с именем сынов имели в себе Духа Рабства. Почтены были этим названием, оставаясь рабами. Мы, соделавшись свободными, получили эту почесть не по имени только, а на самом деле. На это указывая Павел говорил. Не приняли Духа Рабства, чтобы опять быть в страхе. Но приняли Духа Усыновления, которым взываем Авва Отче. Как рожденные свыше и, так сказать, воссозданные, мы потому и названы сынами. А если бы кто хотел дознать образ освящения Ветхозаветный и Новозаветный, то опять и здесь увидят много разности. Древние назывались этим именем святых, когда не служили идолам, не творили блуда, не прелюбодействовали. А мы делаемся святыми не только через воздержание от тех пороков, но и через приобретение высших совершенств. И сначала мы получаем этот дар от самого наития Святого Духа. А потом и через собственную жизнь, которая гораздо выше иудейской. А что эти слова не самохвальство? «Послушай, что сказано тем, не волхвуйте, не очищайте чад своих, так как вы народ святой, старозаконие». Таким образом, у них святых состояло в удалении от обычаев язычества. А у нас не так. «Но да будет свято, сказано и телом, и духом». 1 Коринфянам 7.34 «Мир имейте и освящение со всеми, без которых никто не узрит у Господа». Евреям 12.14 «И творящие святыню в страхе Божием». 2 Коринфянам 7.1 Слово «святой» не от всех, но к тому прилагается, выражает одну и ту же мысль. Называется святым и Бог, но не так, как мы. Смотри, как говорит пророк, услышав глаз исходящее от Серафима. «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Писая 6. А пророк был свят и чист. Но если судить о святости нашей по образцу горней, то мы оказываемся нечистыми. Святые ангелы и архангелы, святы также Серафимы и Херузимы, но есть опять разность. Святости между ними и высшими силами. Я мог бы проследить и все прочие понятия, но вижу, что слово становится слишком продолжительным. Поэтому, оставив дальнейшее исследование, мы предоставляем вам самим рассудить об остальных предметах. Вы можете дома, слетив их, понять различия между ними и подобным образом проследить все прочее. Дашь сказано «премудрому вину, и премудрейший будет» 3.9.9. Таким образом, начатое нами, окончите вы, а нам нужно возвратиться к прежнему порядку слова. Сказав от полноты его «мы все приняли», евангелист присовокупляет «благодать на благодать». И тем показывает, что иудеи спасаются благодатью. Не ради умножения вашего, говорит Бог, но ради отцов ваших я избрал вас. А если они избраны Богом не за свои заслуги, то явно, что получили эту почесть по благодати. Да и мы все спасены благодатью, только не так, как они, не в той же, а гораздо важнейшей и возвышеннейшей степени. Таким образом, и благодать у нас не такова. Нам даровано не только оставление грехов, это у нас общий с ними. Ибо все согрешили, но и оправдание, и освящение, и усыновление, и благодать Духа несравненно более светоносная и изобильная. Через эту благодать мы соделались любезными Богу уже не как рабы, но как сыны и други. Поэтому и сказано «благодать на благодать». И подзаконное домостроительство было делом благодати. Да и самое происхождение наше из небытия, не за какие-либо предшествующие заслуги мы получили это воздаяние. Как это могло быть, когда нас совсем и не было? Но так было потому, что Бог во всяком случае предваряет нас своими благодеяниями. И не только наше происхождение из небытия, но и немедленное после происхождения научение тому, что должно делать и чего не делать, вложение закона этого самую в природу нашу, внедрение в нас неподкупного судилища совести. Все это есть дело величайшей благодати и неизреченного человеколюбия. Дело благодати также после повреждения этого закона, возобновления его через закон писаный. Приступившим заповедь, однажды данную, следовало бы подвергнуться наказаниям и мучениям. Но этого не сделано. А последовало снова исправление и даровано прощение не по праву, но по милости и благодати. А что по милости и благодати? Об этом послушай, как говорит Давид. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею и сынам Израилевым дела свои. Салом 102. И в другом месте благ и прав Господь всего ради законоположить согрешающих на пути. Салом 24. Итак, получение закона есть дело милости, сострадания и благодати. Поэтому евангелист, сказав благодать на благодать, еще сильнее доказывает величие даров, когда присовокупляет следующие слова. Как закон Моисеям дан был, благодать же и истина Иисусом Христом. Видите ли, как Иоанн Креститель и ученик Христов мало по малу и незаметно возводят слушателей к самому возвышенному разумению, приготовив их к тому сначала более простыми мыслями. Креститель, сравнив с собой того, кто без сравнения превосходит всех, таким образом показывает его превосходство и для того говорит, «И предо мною был, и потому присовокупляет, ибо был предо мною». А евангелист выражает гораздо больше того, крестителя. Впрочем, все еще ниже достоинства Сына Единородного. Евангелист делает сравнение не с Иоанном, но с тем, кто был большим уважением у иудеев, разумею Моисея. Как закон говорит, Моисеям дан был, благодать же и истина Иисусом Христом. Но заметь благоразумие, он встречает не лица, а дела. А как скоро показано превосходство дел одного при другим, то и неблагодарные по необходимости должны были принять такое учение и внушение о Христе. Когда свидетельствуют самые дела такие, в которых немало нельзя подозревать ни пристрастия, ни вражды кому бы то ни было, то представляется доказательство неопровержимое и для людей неблагомыслящих. Дела эти оказываются такими, как расположили их сами виновники. Поэтому-то свидетельство таких дел есть самое несомненное. Посмотри также, какое доступное даже для людей слабых евангелист делает сравнение. Он не изображает на словах превосходства, благодати пред законом, а только в самых наименованиях показывает различия их, противопоставляя закону благодать и истину. И словами «было дано» слово «было», а различие большое между тем и другим. «Было дано» – это выражение относится к служителю, принявшему закон от другого и предавшего тем, кому повелено было дать. А «было» – благодать и истина. Это изображает царя, властью своею, отпускающего все согрешения и раздающего свои дары. Поэтому Господь говорил «отпускаются тебе грехи». Так же, но дабы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле отпускать грехи, говорит расслабленному «встань и возьми постель твою и иди в дом твой» – Марка 2, 9, 10. Видишь ли, как благодать через него происходит? Заметь тоже и касательно истины. Но благодать указывает и то обстоятельство, и события с разбойником, и дар крещения, и благодать Духа, через него подаваемая, и многое другое. А истину мы уразумеем яснее, если изучим образы. Домостроительство, имевшее совершиться в Новом Завете, предварительно предначертали образы, как прообразование, а Христос, с пришествием Своим, совершил его. Итак, рассмотрим вкратце некоторые образы. Проследить все образы в настоящее время и невозможно. Вы же изучите некоторые, которые я представляю, по ним уразумеете и прочее. Итак, хотите ли, начнем с самых страданий. Что говорит про образование? Возьмите овцы по домам и принесите в жертву, как повелел и законоположил Господь. Исход 12. Но Христос не так сделал. Он не повелевает этого, а Сам становится как овца, принося Отцу Себя Самого, жертву и приношение. Посмотри еще, как образ дан был через Моисея, а истина совершилась через Иисуса Христа. Во время нападения амаликитян на евреев на горе Синайской были распростерты руки Моисея и поддерживаемы Ароном и Ором, которые стояли по ту и по другой сторону. А Христос Сам Собою держал свои руки распростерты на крестке. Видишь ли, как дан был образ и как совершилась истина. Так же закон говорил, проклят всякий, не пребывающий во всем, написанном в книге сей, в Второзаконе 17.26. А что говорит благодать? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И Павел, Христос нас искупил от клятвы законной, быв за нас клятвою. Галатам 3.13. Итак, получив столь великую благодать и истину, не сделаемся вследствие самой великости дара беспечны. Чем больше мы удостойны почести, тем более должны быть и добродетельны. Кто, будучи немного облагодетельствован, немного оказывает ревности в себе, тот не соль великого заслуживает и осуждения. Но кто, будучи возведен на самую высшую степень почести, обнаруживает в себе свойства низкие и дела унизительные, тот заслуживает гораздо большее наказание. Но не дай Бог когда-либо предполагать это в вас. Мы уповаем о Господе, что вы воспарили душами вашими к небесам, отрешились от земли и, будучи в мире, не преданы страстям мира. Однако же и при такой уверенности мы не перестаем почасту внушать вам одно и то же. В телесной борьбе все зрители также убеждают бойцов не падать, не лежать простертыми лиц, но быть бодрыми и держаться на ногах. Но тех, которые не смотрят на увещание, не могут встать, однажды навсегда лишают победы и как неспособных к подвигам, с презрением оставляют в таком положении. Но здесь можно ожидать чего-нибудь хорошего, не только от вас, бодрствующих, но и от падших, если только они захотят исправиться. Для того-то мы и делаем все, и умоляем, и докучаем, и укоряем, и хвалим, чтобы устроить ваше спасение. И вы потому не досадуете на наши частые увещания в жизни добропорядочной. Мы говорим не как осуждающие ваше нерадение, но как имеющие самые добрые о вас надежды. При том, что доселе было сказано и впредь будет сказано, то касается не вас только, а и нас, говорящих. И мы сами имеем нужду в таком же назидании. И хотя сами говорим, но ничто не препятствует обращать те же речи и к нам. Слово, встретив виновного во грехах, исправляет его. Непричастного греху и свободного от него, отводят от него еще далее. Ведь и мы не чисто от согрешений. И так, врачевание одно для всех. И пособия врачебные предлагаются всем. Но извлечение не одно всех, а соразмеряется с произволением пользующихся им. Потому, кто пользуется врачевством, как должно, тот получает облегчение от врачевания. А кто врачевство не прилагает к ране, тот усиливает в себе зло и обращает его к самым несчастным последствиям. И так, не будем досадовать, когда нас врачуют, но лучше будем радоваться, хотя бы способ учения причинял нам горькие скорби, потому что впоследствии он принесет самый сладкий плод. Все будем делать так, чтобы чистыми от ран и язв, нанесенных душе уязвлением греха, перейти нам в век будущий, чтобы способно добиться лицезрения Христа и быть преданными не жестоким и мстительным силам, а тем, которые могут ввести нас в наследие небесное, уготованное любящим Его, что и да получим всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым слава и держава во веки веков. Аминь. Продолжение следует...